Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Взять на себя финансовые риски, связанные с проведением научных исследований, результат которых не всегда можно изначально спрогнозировать. Создание такой инфраструктуры считаю абсолютно оправданным и закономерным шагом. Наша армия и флот должны быть оснащены техникой действительно с завтрашнего дня, иметь системы вооружения, которые отвечают требованиям военных конфликтов будущего и позволяют надёжно защитить безопасность страны в динамично меняющемся мире, в котором не становится меньше рисков и неопределённости разного рода. За последние годы мы уже провели серьёзную работу по формированию современного облика Вооружённых сил Российской Федерации. Войска во всё возрастающих объёмах получают новую военную технику. И, конечно, эта работа должна быть и будет продолжена, причём на качественно ином уровне. И здесь рассчитываем на эффективную, результативную работу самого фонда. Фондом уже рассмотрено более одной тысячи научно-технических проектов и предложений. Из них отобрано 77 перспективных проектов. По 12 первоочередным уже началась практическая реализация. Более подробно о них мы сегодня поговорим. Что хотелось бы сразу отметить? Первое. При отборе проектов важно избежать прямого повторения даже перспективных зарубежных разработок. Вкладывать ресурсы, чтобы повторить уже пройденный кем-то пройденный путь, как правило, неэффективно. Нужны свои нестандартные идеи и предложения. При этом, конечно, не должно быть прожептёрства, научно-технологических иллюзий, пустого фантазёрства, которые ни на чём не основаны. Мы не можем тратить деньги на практически неисполнимые или же невостребованные проекты. Хотя понятно, что в такой работе неизбежно что-то идёт в отвал. Это очевидный факт. И всё-таки фонд должен тесно взаимодействовать с ведущими организациями научно-образовательного и промышленного комплекса страны, чтобы этого отвала было поменьше, чтобы всё это сокращалось до минимума. Добавлю также, что деятельность фонда не должна дублировать мероприятия госпрограммы вооружения. И более того, фонд обязан работать за горизонтом её планирования, ввести дальний поиск технологий, которые в будущем обеспечат нам надёжные обороноспособности и будут прорывными. Второе. В сферу интересов фонда должны войти технологии двойного назначения. Они способны придать импульс развитию промышленности и экономики страны. Мы сегодня, когда знакомились с деятельностью фонда, мне очень приятно было услышать, что как раз руководство фонда об этом думает, в том числе и за горизонтом исполнения госпрограммы вооружения. Когда наши основные производственные площадки выполнят возложенные на них задачи в этой сфере к 2020 году. И, конечно, я очень рассчитываю на то, что это позволит обеспечить России лидирующие позиции по ряду инновационных направлений. Очевидно, что здесь надо активнее использовать возможности гражданской науки. Вкладываемые в неё ресурсы должны работать и на обеспечение национальной безопасности и обороны. Собственно говоря, так всегда и было, если мы вспомним про то, как создавалось и на что была настроена в предыдущие десятилетия работа Академии наук. В этой связи важно наладить взаимодействие фонда перспективных исследований с недавно созданным Российским научным фондом. Привлекать к работе с нашими ведущими университетами и вузами специалистов фонда необходимо. Задействовать потенциал центров коллективного использования научным оборудованием, сеть которых активно развивается в стране. Третье. Масштабные задачи, стоящие перед фондом, требуют укрепления научно-исследовательской инфраструктуры, а также использования новых форм организации и проведения научных исследований. Фонд выступил с инициативой создания специализированных, хорошо оснащённых лабораторий в ведущих организациях ОПК и технических университетах, а также в учреждениях Российской Академии наук. Для работы в этих лабораториях предлагается задействовать наиболее квалифицированных специалистов, предоставить им все условия для проведения исследований, в том числе передовую техническую базу, специальные материальные стимулы. Это предложение тоже сегодня обсудим. И последнее. В самые короткие сроки необходимо завершить формирование кадрового состава фонда. Я услышал сегодня, что руководство фонда не собирается с этим торопиться, предполагается осуществить тщательный, качественный отбор потенциальных претендентов. Это, безусловно, правильно, но и тянуть с этим тоже не нужно. Всё-таки пока сформирована только одна треть, даже, пожалуй, меньше одной трети намеченного персонала. На подбор специалистов прошу обратить самое особое, самое пристальное внимание. Сотрудники фонда должны быть профессионалами с широким кругозором, которые в том числе хорошо ориентируются в современных мировых тенденциях в сфере разработки перспективных систем вооружения. Имеют научно-исследовательский и конструкторский опыт, то есть обладают качествами, которые позволяют отбирать по-настоящему стоящие, многообещающие проекты. От этого напрямую зависит эффективность формирования научно-технологического задела для разработки вооружения будущего.